всем привет друзья сегодня у меня на канале рецепт очень вкусного шашлыка с оригинальным и необычным маринадом шашлык мы будем готовить из свинины шейная часть вот у меня такой кусочек полтора килограмма для маринада будем использовать сок сочного болгарского перца кислинкой послужит для маринада сок из желтой спелой алычи букетом специй послужит нам чайная ложечка паприки молотого кориандра по пол чайной ложечки черного молотого перца и хмели-сунели также нам понадобится чайная ложка соли для начала мы нарежем небольшими кусочками мяса примерно 5 на 5 сантиметров болгарский перец очистим от плодоножек удалим внутри семена из алычи помоем косточку предварительно ее хорошенько помоем и приступим маринованию шашлыка и так вот мы удалили из болгарского перца плодоножки и семена для этого количества мяса достаточно будет 4 сочных спелых болгарских перца также удалили косточку из алычи достаточно будет около двух десятков если же у вас нету алычи можно заменить соусом ткемали алычу и болгарский перец теперь мы измельчим в кашицу мясорубкой или блендером и так вот мясо нарезанное режем примерно такие вот кусочки 5 на 5 сантиметров где-то примерно добавим все наши специи к мясу и хорошенько перемешаем затем мы к шашлыку добавляем кашицу из измельченного болгарского перца и алычи все это хорошенько перемешаем теперь как видите друзья по этому рецепту мы не будем использовать не уксус не майонез не минералку маринующий эффект нам даст сок из болгарского перца и алычи все хорошенько перемешав оставляем теперь наш шашлык в холодильник на 2-3 часа и так друзья нанизываем промаринованный шашлык на шампура и будем разводить огонь итак дождемся прогорание дров до углей покрытых белым пеплом дровишки мы используем из деревьев фруктовых пород и так вот дрова прогорели угольки покрылись белым пеплом самое время ставить шампура шашлыком и теперь будем жарить шашлык в течение 25 минут иногда переворачивая чтобы мясо не подгорело так друзья вот спустя 20-25 минут шашлык наш отлично прожарился он внутри очень сочный при разрезе из него вытекает прозрачная жидкость все что осталось еще хочу показать небольшой штришок приготовлений мы добавим на угли ветки вишни вишня даст нам густой дым и этим дымом мы слегка под коптим наш уже готовый шашлык если у вас есть можно кинуть несколько веточек мяты или мелисы вот вишня пускает такой густой дым он отлично придаст шашлыку вкус вишневой косточки выдержим так минуту-полторы и шашлычок наш готов на все сто процентов вишневой косточки